Ежедневно добираясь на работу, нам приходится пользоваться пассажирским транспортом. За исключением тех, кто имеет собственное авто. Но основная масса людей каждое утро простаивает в очередях в ожидании автобуса или маршрутки. Долгое ожидание – не единственное нарекание пассажиров. Жалуются на плохое техническое состояние транспорта, грязные салоны и порванные сиденья. В целом же, говорят, водители стали более вежливыми. Друг на дружке, неприятно. Иногда без пуговиц приезжают дети, ну вы сами знаете. Желательно, чтобы почище было. Очень смущает и пугает, когда водители разговаривают за рулем по мобильному телефону, когда они курят в присутствии пассажиров. С претензиями пассажиров водители согласны частично. Говорят, автобусы действительно требуют ремонта, но в этом своей вины не видят. Что касается салонов, жалуются. Люди сами портят обшивки сидений, ломают поручни. Режут, ломают, относятся как не к своему. Такого вандализма, как был в 90-е годы, такого уже нет. Надо друг друга уважать просто. Подвижки ведутся. И нам, и им. То, что качество обслуживания оставляет желать лучшего, подчеркнул сегодня на встрече с перевозчиками городской голова Александр Мальцев. В этом году количество жалоб на водителей автобусов снизилось, но претензий по-прежнему достаточно. Если руководители автотранспортных предприятий не смогут сделать перевозки более комфортными и безопасными, договор с ними будет расторгаться, подчеркнул мэр. Если вы считаете выход 75% хороший, 71% хороший, 80% хороший, то я так не считаю. Они должны выходы стремиться к 100%. Это то, что сегодня выстраивается в 20-30 метров очереди. Это то, что сегодня вечером уехать невозможно, потому что в 6 часов уже нет на маршрутах никого. А в графике у вас и в договорах стоит 21-22-00. Не осталось без внимания и безопасность пассажирских перевозок. Сотрудники ГАИ говорят, профессионализм водителей оставляет желать лучшего. С начала года по их вине произошло почти 150 аварий, в которых травмировано 36 человек. Состояние алкогольного опьянения задержали 18 водителей автобусов и маршруток. Руководители автотранспортных предприятий свою вину признают частично. Говорят, сотрудниками проводят ежедневный инструктаж, регулярно проверяют техническое состояние транспорта. Но на обновление автопарка просто нет денег. Есть курение за рулем, с этим боремся, разговоры по мобильным с этим боремся. Могу гарантированно говорить за свое предприятие. 100% машин утром помытые, 20% согласно договору покупается каждый год. В июле месяце купили мы новые дельфины поменяли на маршруте, на АДАК. Через неделю захожу в автобус, сиденья поваровски порезанные. Вот вам и все, и весь разговор. Обновление транспорта, профилактическая работа с водителями, регулярный техосмотр. Кроме этого, на каждой конечной остановке должны быть вывешены графики движения автобусов. Причем утверждать их будут не перевозчики, а сотрудники исполкома. Это требования городского головы. Исправить положение должны до конца года. Наталья Некрасова, Евгений Красюков, Панорама.